Путь пациента онкодиспансера непрост. В этом в четверг лично убедился директор департамента здравоохранения Артур Фокин. Поставить себя на место больного поручил губернатор региона после сигнала от членов общественной палаты. Это привычка все. Давайте сделаем что-то глобальное, и это спасет мир. Нет, мир спасет кропотливая работа с каждой деталью. Вот, пожалуйста, еще раз, вот идите сами пройдите этим маршрутом и вместе с общественной палатой, мне представьте, по этому конкретному плану, как вы его поправите этим летом. Маршрут пациента дневного стационара начинается с того, чтобы записаться и прийти на прием к химиотерапевту. Вот здесь находится мой врач, она мне дает направление на оформление в дневной стационаре. И я иду оформляться в дневной стационаре. Если пациент из, ну не из Иваново, а из района какой-то, то есть он тоже вынужден с этими анализами сюда ехать? Да. Ну вот, смотрите, наверное, очень правильно получается, если там из Пучежа, он просто с анализами придет. Может быть, вы только по анализам эти вопросы решаете? По анализам и по общему состоянию. Может быть, как-то подумать нам, чтобы людей там из дальних районов, я понимаю, из Иваново, в принципе, есть возможность приехать, а что касается там того же самого Пучежа? Ну, боюсь, что квалификация врачей не позволит взять на себя степень ответственности принятия решения о проведении химиотерапии. Сейчас как раз заканчиваем. Проводим серию из пяти циклов обучения врачей первичного звена, купированию неотложных состояний, трактовке наших анализов и, в общем-то, скажем так, подготовке к химиотерапии. То есть те базовые знания, которые надо, мы сейчас в голову врачам закладываем. Ну, давайте мы этот вопрос просто пометим, что его надо решать, потому что приехать сюда и получить здесь какой-то отказ и уехать назад, ну, это тоже для пациента тяжело. С полученным направлением пациент спускается на первый этаж в приемный покой, где ему оформляют историю болезни для дневного стационара. Сколько пациентов в день, по-моему, поступает? Если в общих? На всех делениях? На два кабинета, вот через два. На человек 120-140. Они все в основном плановые, да? Правильно я понимаю? Но они еще, надо сказать, что они ранжированы по времени. Здесь вы сколько времени проводите? По-разному, когда, как. Вызовут, но оформляют тоже быстро. Быстро, да? То есть вы даете направление, здесь оформляют историю болезни, дают вам ее в руки или нет? Историю болезни, вот пустую, еще дают в руки. Я иду, потом уже в 20-й кабинет. На втором этаже, в 20-м кабинете, карту должны дооформить. Существуют определенные документы о паспортной части, заполняют вожу к врачу. Вы мне на словах объясните историю болезни. Там согласие, да, информированные согласие. Потом вот такая вот справка, вкладываю сестеринский лист, справка. Она дублируется. Одна дается пациенту на руки по прохождению очередного курса, вторая отсылается в поликлинику по месту жительства. А зачем здесь пациент нужен? А они же приходят из приемного отделения. У них историю болезни на руках. Ну, хорошо, допустим. И потом я их провожаю к врачу. Затем снова вниз в кабинет химиотерапевта дневного стационара за назначением. Почему именно этот кабинет? Он сравнительно неудобно, что находится не на втором, а на первом этаже. Потому что, вы посмотрите, кабинет достаточно маленький. И чтобы впихнуть в санитарные нормы и правила кабинет, где ведется только прием врача без выполнения каких-то манипуляций, мы вынуждены были выбирать для химиотерапевтов одни из самых маленьких кабинетов. С назначением за химиопрепаратом. Сейчас администратор делал, который выполняет шесть пациентов. И ходит за химиопрепаратом на четвертый этаж, оттуда их забирает и приносит сюда. А как вы узнаете, что там шесть пациентов? Ну, во-первых, с врачами я постоянно контактирую. Они меня просят пройти в химотделение в стационаре. Химотделение располагается на втором этаже. Здесь шестичасовая капельница и по три-четыре литра жидкости вливает. Попробуйте. В каких условиях, как зверинец? А еще какие есть вопросы? Нужно быть отдельно мужские и женские палаты, чтобы можно было в саде бандерс поменять и что-то как-то в сверхпорядке ввести. И ведь кроме этих очевидных неудобств, в постоянной беготни по кабинетам есть еще и очереди. В черта, в пол, три, по четыре были. Это в очереди кому? К химиотерапевту на прием? До двенадцати. А почему до двенадцати? 20 часов приема. Сколько у вас приема? 9, 10, 11, 12, 4 часа? Да, с ним. А? У нас ставка на прием разделена по полуставке в 23 кабинете и по полуставке в 24 кабинете. Такой марафон и здорового человека выбивает из колеи, не говоря уж о пациентах-диспансера. А раз в три недели все начинается заново. Причину сложившейся ситуации директор департамента здравоохранения видит в ошибках управленческого характера. Что совершенно очевидно, и об этом, наверное, стоит говорить, что нельзя переваливать функции медицинского персонала на пациента. К сожалению, у нас это есть. И вот применительно к данному процессу, это очень явно видно. Больные проходят длительное лечение. Они уже находятся во всех базах онкологического диспансера. Поэтому мы примем ряд решений управленческих, которые позволят уже сейчас часть вот этих вот ненужных этапов сократить. Главный врач видит причину в другом – дефиците площадей. Вот поликлиника, по которой мы с вами ходили, она была построена в 1986 году и рассчитана на 160 посещений в смену. В смену у нас сейчас проходит 400 человек. Острейший дефицит площадей как раз и порождает, в общем-то, вот такое хождение пациентов и невозможность их скомпоновать в одном месте. Пока департамент взял двухнедельную паузу на обработку полученной информации. По итогам проверки будет разработана принципиально новая модель оказания химиотерапевтической помощи без ходьбы по этажам и получением документов в режиме одного окна. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.